Давайте частнику поручим и прочее. Они тут компании создадут, будут оказывать услуги. Прямой эфир из парламента белорусы смотрели не только на работе или дома. В пользу общественно-политического вещания, например, в одном из кафе Бреста сегодня отказались от спортивных трансляций. Рейдинг при этом только вырос. Ходим мы все в магазины за продуктами и мы видим, что во многих направлениях иногда, почему-то, как нам кажется, не совсем обоснованно эти цены вдруг возрастают. Поэтому контроль за ценами и за ценным образованием, он касается, наверное, каждого, так сказать, человека. Послание президента без сомнений затрагивает каждого жителя страны, ведь темы занятости, роста зарплаты, цен на товары касаются всех. Но особое внимание на Брещене уделили проблемам международных отношений. С этого и начал обращение к парламенту Александр Лукашенко. О проявлениях терроризма в Европе здесь говорят немало. Сегодня эти же тезисы президента обсуждали с особым пристрастием. Беларусь является, по существу, одним из образцовых стран по таким вопросам, как толерантность, веротерпимость, что очень важно. Именно эти показатели обеспечивают межконфессиональный мир и согласие. Чуть севернее, в Гродно, послание президента активно обсуждали профсоюзы. На безработицу здесь, в принципе, никогда не жаловались, но все же уверены для стабильной занятости населения. И об этом также говорил президент. Работать нужно не по факту наличия проблемы, а упреждать их появление. Конечно, будут внедряться машины, механизмы. И людей, занятых в производстве, будет все меньше и меньше. Но, как говорит глава государства, каждый руководитель предприятия, прежде чем уменьшить коллектив, сократить людей, должен подумать, где эти люди будут работать. Потому что у каждого за спиной семья. Александр Лукашенко также отметил, нужно наращивать экспорт туристических услуг. И один из вариантов – туризм медицинский. Два года назад этот санаторий пустовал, но здравницу отреставрировали, и теперь иностранным гостям есть что предложить. Помог и безвизовый въезд для граждан более 80 стран. И с президентом в Гродно согласны – этот режим нужно расширять и по срокам пребывания, и по географии. Поток иностранных туристов значительно возрос. Это дает нам возможность осуществлять экспорт туристических услуг, повышать свою материальную и техническую базу. Осуществлять закупку дорогого, необходимого для работы санатория оборудования. И на этой почве проводить ту политику по оздоровлению и в том числе нашего населения. Работа чиновников сегодня, конечно, не останавливалась. Но все же послание президента в исполкомах слушали внимательно. Тем более о значимости принятия решений на местах Александр Лукашенко говорил не единожды. Как раз под эти слова в Витебской области подписывали 20-летнее соглашение о партнерстве Оршанского района и Смоленской области России. За этой подписью сразу несколько тезисов от президента. И развитие экономики регионов, и международное сотрудничество, и рост зарплат. Наши народы, они действительно едины. У них общая история, у них, я думаю, что и общее развитие. И очень много хороших, теплых слов Александра Лукашенко говорил в своем послании по поводу празднования дня единения нашему президенту Владимиру Владимировичу Путина. Он говорил о том, что тот путь, который выбрала Россия и Беларусь, это как раз идущий от сердца белорусов и россиян. Об искренности и открытости обращения президента сегодня говорили в северном регионе страны. Витебская область особенно вслушивалась в тезисы о сотрудничестве с Россией. Социальные вопросы, которые поднимаются в городе, они, конечно, очень важны. Я думаю, что есть предпосылки для того, что они будут решаться. Уже только лишь потому, что на них обращается такое большое внимание, в том числе и главы государства. Народ не оторван от нашего президента и от наших властей. Это, конечно, обсуждается. И это, наверное, очень важно, потому что подводится мало того, что результат той всей работы, но и ставятся конкретные задачи на перспективу. В обращении к парламенту и народу в год науки президент особо обратил внимание на инновации. Не только в производстве, но и в менеджменте предприятий. В городе над Днепром, в университете продовольствия, единственном в стране, которое готовит специалистов для пищевой отрасли, сегодня детально обсуждают слова Александра Лукашенко. Связь между научными разработками и внедрением их в производство должна быть более эффективной. Президент отметил, что наука является основой развития нашей страны, потому что мы идем по пути инновационного развития. И, конечно, особенно касается переработки сельскохозяйственного сырья, потому что агарная республика, и мы экспортируем нашу пищевую продукцию в различные страны мира. А вот в Гомельской области особое внимание обратили на тему развития сельского хозяйства. Александр Лукашенко недавно посещал этот регион, говорили о посевной. Василий Моторас, в своем хозяйстве он и директор, и агроном, и даже механик под шум мотора об основных тезисах говорит. Будет земля, будет рост зарплат, о котором в том числе говорил сегодня президент. Конечно, если бы мне там гектару 15-20 дали, я бы в этом русле 5-6 человек еще бы взял на работу. Выручка будет больше, естественно, я могу поднять зарплату людям. То на 20, на 30, даже на 50 процентов, это однозначно. Люди, которые трудятся на земле, в большую политику особо не вникают, улыбаются аграрии. А вот что касается житейских вопросов, с президентом солидарны. К примеру, декрета о предупреждении социального иждивенчества заметно меняет отношение людей к работе. Работать в любом случае нужно качественно, потому что некачественно будешь работать и ничего не получишь. Чем больше сделаешь, тем больше получаешь. Отношения с Западом, перспективы Евразийского союза, привлечение инвестиций, стоимость квадратного метра жилья и развитие системы образования. Люди президента услышали и отреагировали. И теперь уже местные власти должны эту реакцию увидеть и услышать. Вот главное требование Александра Лукашенко. Игорь Тур, Мария Тройнич, Надежда Завиновская, Олег Шапель, Елена Кукшинская, Максим Вечерков. Наши новости ОНТ.